Вам сувенирки за ваши голоса. Спасибо. На автобусной остановке пассажиров встречают волонтеры. Каждому, кто проголосовал за благоустройство сквера на Хлебной площади, вручают подарок. Такой магнитик получила и жительница Самарского района Галина Майорова. У меня из окна вид прямо на этот сквер. И он все время такой был аккуратный, красивый, а сейчас неухоженный. Мне очень хотелось бы, чтобы там что-то было. Какие-то площадки, скамейки, может быть детская площадка, что-то еще. Так что я очень рада, если на следующий хотя бы год этот скверик у нас благоустроит. За благоустройство сквера на Хлебной площади уже проголосовали порядка 13 тысяч человек. Это не только жители Самарского района, но и прихожане церкви, которые находятся рядом. На территории сквера планируется установить лавочки, построить детские площадки, проложить пешеходные дорожки. Она большая по площади, и очень хочется сделать ее с участием федеральных средств, а не только за счет района либо города. Ну и она у нас теперь находится на въезде от Фрунинского моста. Если это раньше был, так скажем, такой край района, то сейчас это довольно-таки проездное место, и очень хочется, чтобы весь район был красивым. А мы находимся с вами в историческом поселении. И для города, для жителей не только Самарского района, но и всей Самары, очень важно, чтобы вот такие вот центры притяжения были чистыми, комфортными, отреконструированными и радовали глаз не только жителей города Самары, но и гостей города. Какой будет Самара, в том числе и сквер на Хлебной площади, решают сами жители. Каждый может сделать шаг навстречу благоустроенной среде вокруг себя и поучаствовать оформление родного города. Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру. В нем участвуют 20 общественных пространств Самары. Чтобы отдать свой голос, достаточно пройти авторизацию через госуслуги. Голосование продлится до 31 мая. Не оставайтесь в стороне. Если сквер на Хлебной площади войдет в число победителей, его благоустроят в следующем году. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.